пипестрель смелый пипестрелюшка эти пил пил ну да пипестрель конечно не очень достаточно низко куда 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 она мать я прям контент огонь заснял козла я какой-то массовый падеж на аэродроме пилотов все садятся почему-то против ветра у нас на аэродроме при ветре который слабенький можно приземляться и по ветру ветер сейчас 24 килограмм час вчера я при 28 садился без проблем ветер но почти по полосе я не вижу проблемы сей сейчас по ветру я конечно сейчас провели может в нижнем слой ветер попутный но посмотрим так и готов какой-то ситуацию я бог джесси а тормоза и сейчас самое главное посадимся по ветру будет у нас мощно энергетика у нас конце цилиндра упор тормоза надо прокачивать они все-таки немножко как на машине вот сейчас хорошо работают колесико наше цепляют ну что смотрим 27 но на пределе ветерок конечно 30 сейчас убираю тормоза сделаем несколько кругом посмотрим насколько же сильно дует 25 убираем тормоза но не вижу я чтоб 35 прибор влажает или я вообще нет а не но они у нас одинаковые висит нет этого ветра нет он не висит но я веду что он не показывает такой уж прям страшный ветер вот вот как 30 очки нужно уже сильно задумываться садится против ветра садится по ветру 34 40 40 уже до хера все садимся садимся как все то ли это порыв какой то то ли что я не понимаю но реально да 36 все ладно ну а друзья как говорится я тоже что это не догма может быть такое что внизу такой сильный ветер будем заходить как все парам 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 сэр лопатинь диавиткар даун винт лендер тонн норд плайнер еще один заходит а мы сразу глянем да да еще скомпоновались попробуем сесть покороче до всех да кто там самый первый 35 1 2 2 2 2 4 4 4 5 4 5 5 Продолжение следует... 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 ой смотрите какой красавчик и твоя прям уважаю немножечко энергии перебрал чувствуется что я дав на 150 заходил перелетел всю полосу дальше там то есть заходил низко но уж больно высокой скорости куда-то катится далеко далеко короче уводил его зря понимаете да друзья все комментарии шутливые снижаться проходит я над торцом прохожу не знаю клауса критикует классических немецких пилотов лучше больше скорость но меньше энергии высоте смотрите он чуть за нас приземлился молодец я же должен как-то покомментировать видите просил энергию то есть здесь основная проблема что если проходишь такой трасс планер и голову это дальше полетел куда-то вообще куда-то улетел к черту на рога основная проблема такой посадки это при северном ветре турбулентность скорость 40 высота без перебора там вот сколько можно пройти над этими деревьями зато кроны еще столько же тем более что есть куча энергии в скорости то есть можно всегда брать интерцепторы потянуть ручку любые деревья перепрыгнуть поэтому избыток энергии не знаю зачем вставляют то просто от может быть от переживаний потому что знаете как от такого склада заходить я сам заходил первый раз у меня зубы стучали а потом привыкли сейчас моя любимая посадка а ученикам как нравится дартс тут скажешь огонь контент огонь друзья вот так вот так сказать лаера за машинкой мы сейчас мы покажем можно было бы вот остановиться вовс в топ кафе например ну а заход от склона сам по себе сложен тем что у вас четвертый разворот фактически . четвертого разворота очень близко к точке касания то есть приходится разворачиваться на низкой высоте там приходится разворачиваться на достаточно высокой скорости ювелирно все делать попадать на полосы сразу то есть никаких коррекций особо нет поэтому там сам кто больше всех нервничал дальше все приземлился кто меньше всех нервничал посмотрите кто на первом месте Индия Виктор с самого начала полосы вот я ближе и приземлиться не имел права так что смотрите все хорошо друзья еще один смотрите заходит от сарая хорошо идет на очень низкой высоте я обычно предпочитаю чуть повыше летать здесь я предпочитаю побольше скорости поближе к склону но повыше а уже на деревья после разворота прихожу на минимальной скорости это пипистрель смелый пипистрелюшка ну да пипистрель конечно у него отдельная нагрузка достаточно низкая куда 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 вот это вот это номер биздец какой пипи друзья это был шедевральный заход но я вам поясню потому что вот если это дать вот так это еще страшнее я же смотрю в телефон я понимаю что он едет а в меня б в мою машину ну и кстати надо дать должное не так уж далеко вот я бы на такой заход не отважился вот мне кажется что это уже перебор вот это неправильно уже то есть я сам так вот я шалю как-то более ну не знаю я так не шалю человек уверен в своих силах конечно но ветер ветер порывы люди не знаю машина я в конце концов мой дорогой планер вот наша принцесса стоит и это могло закончиться печалью вот видите все остальные дисциплинированные чпок-шпок-шпок начпокались красиво говорят уже половину вывесли здесь здесь это был забит значит как вывозим и планер смотрите для вывоза используется вот такой инструмент это подставка под коло это тяга это так называемый протез он одевается на хвост сейчас мы все это на планер оденем и я покажу вам уже финишной версии как это все едет следующий клиент друзья очередной планер ролики массовый падеж планиров комментирую я как он заходит ну-ка ну как мы он не сделал вот такие настоящие машины должны быть у планиристов верный т4 выпуска 2000 года пробег вот полмиллиона никогда не придает служит верой и правдой лучше иметь старую машину ну на самом деле просто не люблю вот эти современные машины которые больше ломаются чем ездит вот полмиллиона никаких проблем я его еще и починю сейчас вильнюсе будет перекрашиваюсь только на этой машине есть следующий комментируем как футболе у нас я комментатор сегодня за пультом комментаторский игорь этот идет высоко коснется на нашем уровне дальше полетел 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 консервативно консервативно приземлился не так и не контента консервативно может следующий друзья представляете кончилась память найти в телефоне на самом интересном месте вот так вот несколько одно видео не засняли но ничего зато остальные огонь хорошо в принципе заходит такой порыв только в помощь хорошо что мы по ветру не приземлились главная глупая мысль смотрите как хорошо очень красиво зашел грамотно прям молодец чемпион неужели нас на пару метров но дальше вот наш планер а не я но этого это извращенец мы извращенцев не считаем любимая машина эх 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 Я всегда говорю Лучше чуть-чуть не доехать Чем в прошлом году был случай Есть у нас на аэродроме Дедушка и пятеро внучков И они каждый день Каждый день Планер разбирают и кладут в трейлер Но перед тем как разбирают Они его там Подтягивают, подтаскивают к прицепу И вот в один день Мне всегда удивительно Столько энергии, столько трудов, проще чеклы купить и все На чеклах они экономят Или просто сам процесс нравится Чтоб внучки устали И в один день один уставший внучок Вот так сдал задом И сдал задом В направлении И все, и планер больше не летал Поэтому лучше не то, чем перья А планер, в принципе, прекрасно катается руками Аккуратно И так не попой же Не попой же, глубоко уважаемым любителям планерного спорта Подкатываем Деваем Готово Проверяем, проверяем И обязательно проверяем вот эти вот штыречки Иначе у нас кресло разуется Все, мы готовы к буксировке Друзья, перед тем, как ехать Нужно обязательно внимательно посмотреть Вот мы внимательно посмотрели И увидели, что еще один планер заходит Вот, мы его не заметили Поэтому должна быть включена в машине радиостанция На частоте аэродрома И осмотрим на воздушное пространство Сейчас посмотрим этого чемпиона нашего Очередного Пио Ну нормально, коротко проснулся Куда-то едет, только не туда Куда-то едет, это не туда Не, нормально Это угол заехал Так это шминилак Ё Друзья, это наш Мой-то мой планер Но это на самом деле Флоран едет Он знает, куда едет Он подрулил, видите, сразу к заправке Планер электрический Подрулил к бензиновой заправочке Ну что, нормально Планер легкий на самом деле Только поэтому Он так приземлился аккуратненько Ну молодец Чемпион минилак Вот из хороших посадок Я проиграл, друзья, на втором месте Я на втором месте Все Вот так вырвал, вырвал победу У меня этот минилак Ну сколько разницы у нас в метрах Смотрим Ну метров пятьдесят Наверное он у меня отыграл Молодец Зачет Ну меня только радует то, что это Это мой планер Это мой планер Так что Два планера Инди Виктор У него тоже, вы видите, на хвосте Написано Инди Виктор Так что два Инди Виктор И вот Инди Виктор Игорь Волков Чемпион на двух планерах сразу Вот так бывает, друзья Кайф У нас прям уже Поезд получается Буксировочный Все едут Одна машина Вторая машина Друзья, пока мы приезжаем Мимо Лака Эй Да, довольно флоран на нем Посмотрите на вот эту штуку Которая торчит Это наковальня грозы торчит Вот, собственно Почему был массовый падеж Планиров Потому что, ну, во-первых По прогнозу грозы И я видел Ну, и как только пошли Первые признаки Народ решил Не ждать И спокойненько Дунуть На посадку Чем мне нравится Еще, друзья Т-4 Посмотрите Вот здесь Вот он едет сам Как у меня планер Иногда сам летает Так и Т-4 едет сам Автомат На самом деле У него есть опция Просто Я так понимаю Подгазовывание На холостых Поэтому Вот он держит обороты просто Ты втыкаешь первую передачу И он на ней едет спокойно Ровно с той скоростью Которая нужна нашему Замечательному планеру Который едет за нашей машиной И на этой оптимистичной ноте Я хочу рассказать Про самый страшный случай В моей жизни По повреждению планиров Я сейчас внимательно смотрю По сторонам Чтобы они тоже крыльями Нечко не забодали Я купил планер LS8 И мой самый первый планер был И мой должен был быть Самый первый полет На нем На аэродроме Орла Только я его собрал Поставил Чемпионат России Все дела Или кубок Меня туда взяли Разведчиком погоды Но я там мог летать Со всеми вместе Я вот Утро помыл планер Все А до этого Поставил планер На парковку Я сделал себе стоянку Красивую И еще один человек Поставил рядом со мной И поставил с перекрытием Когда один планер Стоит перед другим И Проблемой конечно Стало То что Ну я это вижу Он говорит Ну мы же волков Мы же с тобой Классные пилоты Неужели мы с тобой Не разъедемся А для меня Я там щенок Годовалый То есть Для меня Я такой По аэродромам Весь такой Меня звали Классным пилотом Клево Вот Ну и в общем Классный пилот Утром Намыл планер Все подготовил Прицепил к машине Вот этим Шмурдюком С этой системой Для перевозки Она у меня была Все И Уже приготовил У меня Как раз мой Татошка Линкрузер Зелененький Стоял Все Вот готов Трогаться И тут Прибегают Мои друзья Которые Газуй И вот Слово Газуй Как то я думаю А что это Встают Надо же ехать И я раз Нажимаю на педаль И только слышу Сзади Такой звук Бах Бах Шмяк Перебряк Хрязь Перебрясь Ну я в общем Своим крылом Разнес Крыло Этому планеру А это был Вентус Который Впервые За 20 лет Купила Купили В Дуса Российской Федерации Который стоит Там Чуть Туевую Хучу Миллионов Вот И Я Разнес И я лег на грунт На аэродром И сказал Я решил умереть То есть я лежусь Думаю все Что может быть хуже Чем я сейчас сделал Вот Но Но Через Прибежали техники И Они спросили А кто здесь умирает Я говорю Я Не переживай Через полчаса Будешь летать Говорю Как так Так Они взяли Есть скотч у нас там Справа Посмотри в двери Ну не Не такой Не такой Это Говно скотч Настоящий Серый Боевой скотч Вот если бы Взяли настоящий Серый Боевой скотч То Вот они взяли И все починили Поэтому Друзья Никаких проблем Если есть скотч Все может быть решено Ну и потом Я отремонтировал Свой планер Отремонтировал Второй Который Повредил В общем Все закончилось Хорошо Но в момент Когда я вот Услушал Эта хрясь Конечно Поэтому нужно Все делать безопасно С запасами Без пешки Вот в этом Вот Как это мысль Друзья Спасибо вам За то Что посмотрели Этот ролик Веселый Надеюсь Может чуть-чуть Поучительный Но больше Для смехов Как вообще Бывает массовый Падеж планиров Повторю Падеж Это Ну и от того Что они не падают А приземляются Но вот это Больше шуточное слово До новых встреч Погода бомба Контент огонь Гей Ой Так вот Мы приехали Продолжение следует